Почему мы все мертвы? Почему человека больше нет? Что такого случилось, что субъект умер? Чем это чревато и можно ли возродить человека? Этой темой мы начинаем цикл видео о современном состоянии человечества, где мы разберем еще и такие вопросы. Что собой представляют сегодня общественные и политические отношения? Какое сегодня состояние у культуры? Где находимся мы, а где постмодерн? Что говорит понятие моды о мире? Где во всем этом бог, субъект и объект? И существует ли здесь хоть что-нибудь? Вот почему философы вдруг начинают говорить о потере человеком собственной ценности, собственной личности? Почему Мишель Фуко, собирая все эти представления воедино, вводит затем понятие смерти субъекта? Откуда это взялось? Что это значит в теоретическом и практическом смыслах? Давайте разбираться. Начать, пожалуй, стоит с истории представлений о человеческой личности. Ну, потому что именно философия, хотя, разумеется, и не только она, иллюстрирует состояние эпохи. В античности не было понимания человека как верховной ценности. Человек не отделялся особо от остального мира. Он был равноправный его частью. Такой же частью, как и животный и растительный мир, как небесная сфера и космос. Человеческая душа, разумеется, понималась как бессмертная. Потом добавляет, что бессмертна не вся душа человека, а только ее умная, мыслящая часть, то есть «нус» на греческом. То есть, если чуть-чуть пофантазировать, то лишь актом мысли мы становимся причастными к бессмертию. В средневековую, христианскую эпоху, человек утверждается как наивысшая ценность, как создание Божие, как любимая тварь, Бога. Затем Бог немного отодвигается на второй план, а Декарт говорит «Единственное, что можно знать достоверно, это то, что я существую, так как я мыслю». Когита эргосум. Если раньше неоспоримой и единственной истиной был Бог, то теперь существование Я – единственная и неоспоримая истина. Я – это не только чувствующее и действующее существо. Я – это в первую очередь то, что осознает себя в качестве Я. Рефлексия и самосознание – это главные составляющие нашего Я. Я – есть то, что я сознаю в качестве себя. Я – есть то, что я сознаю в качестве себя. Я сам есть то, что я о себе думаю. Затем Кант достраивает мысль Декарта, которая, в общем-то, стала символом нового времени, и совершает Коперниканский переворот, но только в области философии. И в отличие от Коперника немножечко наоборот. Он ставит человека в центр мира. Он ставит субъекта в центр мироздания. Он утверждает, внешний мир определяется человеческим познанием. То есть мир, который мы воспринимаем, изменяется в соответствии с нашими представлениями о нем. Человек давлеет над миром, человек создает мир, закрепимый у себя в голове. Для Канта наша личность делится на две части – эмпирическое Я и трансцендентальное Я. Эмпирическое Я – это то, как мы проявляемся в мире, то, как мы сознаем себя. В этом случае Я выступает, в общем-то, как объект мира. Это просто явление внешнего мира, как дерево, лодка и небо. Это лишь проявление нашей сущности в мире. Допустим, есть личность, которую зовут Маша. Ее эмпирическое Я представляет из себя следующее. У нее светлые волосы, она студентка биологического факультета. В детстве бабушка пекла ей вкуснейшие пирожки с капустой, а в школе у нее сломалась ее любимая кукла. Это эмпирическое Я. Трансцендентальное Я – это стержень нашей личности. Это, собственно, сама наша личность. Трансцендентальное Я – это условие познания, это субъект познания. И вот зададимся вопросом, как из многообразия наших ощущений образуется единство. Почему мы все наши чувства, мысли и действия объединяем под каким-то началом? Почему мы приписываем все наши чувствования себе, какому-то себе, неведомому себе? Все это объединяет наше трансцендентальное Я, то есть стержень нашей личности, то, на что нанизывается все многообразие наших ощущений. Такое Я непознаваемо, поскольку, дабы познать это Я, нужен другой субъект, который бы превратил это трансцендентальное Я в объект и познал его. Эта непознаваемость нашего Я прекрасно иллюстрируется следующим примером – глаз. Когда мы что-то видим, мы не видим самого глаза. И вот этот вот глаз – это условие познания мира, я, но сам этот глаз мы увидеть не можем без зеркала, без другого человека, который бы нам сказал, что этот глаз существует и так далее. Это, в общем-то, очень-очень важно понимать для наших дальнейших рассуждений, потому что впоследствии представление об этом трансцендентальном Я в истории начинает меняться. Что происходит с этим кантовским Я? На место трансцендентального Я, стержня личности, собственно, самой личности, приходят общественные отношения у Маркса, мировая воля и воля к власти у Ницше, бессознательное и сверх Я у Фрейда, допустим, язык у Витгенштейна и так далее. То есть трансцендентальное Я, нашу личность, подменили вот такими вот категориями. Убрали этот стержень и сказали, что не этот стержень формирует мир, не человек давлеет над миром, а общественные отношения, наше бессознательное, наша какая-то, я не знаю, энергия мира, что угодно, оно формирует человека. То есть человек стирается, и на место него, на место трансцендентального Я ставят вот эти категории. Не сама личность теперь свободно выбирает, какой ей быть. Нет. Деятельная энергия исходит уже не от нее, а, например, от общественных отношений. То есть общественные отношения делают личность такой, какой она нам представлена. То есть, или вот так вот, разная степень воли к власти формирует ту или иную личность. Разные личности. Субъект настирается, не субъект создает мир. Не субъект действует, а внешний мир движет безвольным субъектом. Человек теперь это просто, ну, знаете, социокультурное переменное. Он ничего не значит. Сущность человека — это отсутствие сущности теперь. И вот где умирает субъект. Мы жаждем познать свое «я», но у нас его отобрали. Мы хотим быть активными субъектами собственной жизни, но мы уже не субъекты. Мы сами не мыслим себя как свободных, деятельных, активных. Мы думаем, что нас сформировали наши детские травмы. Мы думаем, что если обстоятельства изменятся, то изменимся и мы. Мы оправдываем преступника, потому что считаем, что его преступление обусловлено его тяжелой жизнью и его какими-то, допустим, психическими заболеваниями, отклонениями. Человек попросту нивелируется. Он не значит ничего. Теперь он не выбирает, теперь он не свободен. Теперь его вообще невозможно назвать человеком. Имеет значение лишь то, что создает человека. Его инстинкты, тайные желания, страна, в которой он родился, язык, которым он пользуется и так далее. Человека больше нет. Человек умер. С нас снялась ответственность, у нас отобралась свобода. Отобралась свобода и появилась своеволия. Мы оправдываем свои какие-то, ну, на самом деле, низменные желания тем, что «Ну, это я так, это сублимация, это моя детская травма, я так хочу, потому что мне так легче». Ну, то есть, мы совершенно забрали у себя свободу, мы совершенно забрали у себя человечность. Не мы теперь конструируем себя, а нас мотают из стороны в сторону наши неопузданные, порою, совершенно глупые желания, образуя комок, знаете, чувств и состояний вместо личности. Конечно, такой процесс характерен не только для философии, психологии и других гуманитарных наук. Это, очевидно, усматривается и в эволюции изобразительного искусства. Это очень интересно. Если глобально, то в Средневековье человек посвящал свое творчество Богу, писал изображения святых, воссоздавал библейские сюжеты. Потом, в эпоху Возрождения, божественный аспект постепенно сходит на нет, и прославляется теперь человек во всей своей красе. Прославление человеческого тела, ума, сердца. Вот это эпоха Возрождения. Затем, как ни странно, уходит с картины и человек. То есть сначала ушел Бог, божественный аспект, теперь уходит и человек, появляется природа. Начинают рисовать пейзажи, прославляется окружающий мир. Человек снова нивелируется, он как будто здесь лишний. А что же происходит потом? Как ни странно, снова уходит и природа. Ушел человек, теперь ушла и природа. Предметом творческой активности становится просто объект. Стул, стол, ваза, цветок, скамейка, все что угодно. А потом уходит и форма объектов, и остается объект сам по себе. Если раньше рисовали вазу, которая представляет из себя, ну, что-то определенное, то теперь рисуют просто объект, чистую форму. Просто квадрат, просто треугольник, просто цвет, просто движение в виде размазанных по картине красок. Человек пытается выразить разложившийся мир. Человек пытается выразить объект сам по себе, его сущность. Но его сущность неуловима, она эфемерна, ее невозможно схватить. То есть человек пытается нарисовать материю саму по себе. Но это невозможно, потому что в этом мире существует лишь проявление материи, то есть форма материи. Самой материи мы в этом мире не видим. Ну, как бы ее просто нет. Она непременно всегда находится в какой-то форме. И я не хочу называть это деградацией искусства или не деградацией. Это просто, видимо, такой путь у человечества. Хм, сейчас, секундочку, я тут посмотрю, что у меня дальше написано. Черный квадрат Малевича в этом смысле – это символ ушедшей эпохи. А что будет потом? Что будет тогда, когда исчезнет и сам объект? Совершеннейшая пустота, совершеннейший нигилизм. Пустоту еще никому не удалось нарисовать, но искусство нашего времени нарочито к этому стремится и уже на самом деле делает некоторые успехи на этом пути. Об этом я на самом деле подробно говорила в одном из своих первых видео. О, Господи, у меня были первые видео. С тех пор прошло столько лет, наверное. Не знаю. Это было в прошлом году. Как странно. В одном из своих первых видео, где я разбирала книгу Бердяева, я подробно говорила вот об эволюции искусства. Конечно, словами Бердяева. Поэтому, если интересно, любопытно, можете заглянуть. Но вообще какова тенденция? Сначала ушел Бог. За ним человек. За человеком природа и объективный мир. Сначала Ницше объявил смерть Бога. Затем Фуко объявляет смерть субъекта. Смерть объекта еще впереди. И, скорее всего, именно в эпоху постмодерна, до которой мы еще не докатились, объявят смерть объекта. Нет Бога, а следовательно нет человека. Нет человека, субъекта, а следовательно нет мира, объекта. Максимально закономерно. Как оказалось, смерть субъекта, а впоследствии смерть объекта, есть следствие смерти Бога. Именно смерть Бога начала весь этот процесс. Потому что, в общем-то, Бог — это основа мира, без которого этот мир просто рассыпается. И вот человек убирает идею Бога, образ Бога. Ну, неважно, верим мы или нет, просто суть в том, что именно на божественном, на поклонении, на развитии, на посвящении себя и своего творчества Богу человек, в общем-то, развивался. Как это происходит? У меня на канале неоднократно звучала фраза Мираба Мамардашвили, грузинского философа, которая в кратком изложении звучит так. Человеку недостаточно стремиться стать человеком, чтобы стать человеком. Ему нужно стремиться стать Богом, чтобы стать человеком. Логику этого процесса мы подробно рассматривали в видео о трех новеллах Сартра «Стена, комната и гирострад». Можете тоже заглянуть. Видео так и называется. Ну, то есть логику процесса, почему человеку недостаточно стремиться стать человеком, чтобы стать человеком. Но если, в общем-то, суть в чем? Только цель, в нашем случае приобретения образа Бога, только цель, превосходящая любые твои способности, может развить тебя и сделать полноценным, развить тебя до состояния самого себя. Человек не может развиться, если он стремится быть собой. Что происходит в истории? Если Бог умирает, то человек пытается утвердиться на самом себе. Но это заведомо гиблое дело, потому что человек не способен стать хоть кем-нибудь, пытаясь быть самим собой. Человек перестает рассматриваться как творение Бога в истории. Декарт говорит, что единственная и неоспоримая истина и единственная доступная нам истина – это наше собственное существование. Не существование Бога, наше собственное существование. Человек этого не выдерживает. Он не способен двигаться вперед, когда цель уже достигнута. То есть он не может развиваться, когда… развиваться, утверждаясь во себе самом. Только если цель находится далеко впереди, человек способен ее увидеть и начать к ней движение. В обратном случае он возвращается назад. Впереди у человека, ну, в исторической перспективе, Бога больше нет. Есть человек, есть мир, есть человек и объект. Бога как бы убрали. И поэтому он возвращается к себе, а потом к миру. Но ни мира, ни самого человека человеку недостаточно, как оказалось. Ему нужен идеал, ему нужно что-то божественное. Как говорил Хайдеггер, нас спасет только божество. Ну, именно не… Он там в интервью говорил, что не… да, Скотт, то есть Бог-творец, христианский Бог, а просто божество, божественное. Аньгод. Ну, короче, это просто к слову. Человеку нужен стержень. Человеку нужен стержень, на котором всегда держался весь этот мир. Но этот стержень он у себя забрал, к сожалению. Сейчас, на самом деле, мы не можем представить себе, как это вот умрет объект. Но точно так же, как для человека традиционного общества немыслимо было представить мир без Бога и человека, так и для нас сейчас немыслимо представить мир без объекта. Однако же и Бог умер, и человек умер, и мир как-то вот еще держится на плаву. Худо, бедно, но держится. То есть когда-нибудь это, вероятно, произойдет, эта смерть объекта. И вот что тогда будет? Мы же сейчас наблюдаем мир, мир, где нет человека, где нету Бога, где право и этика существуют спокойно, в общем-то, без божественного закона. Опять, худо-бедно существует с оправданием преступников, с стиранием границы между нормальным и патологическим, но все-таки существует. Мы наблюдаем мир, где общественные институты совершенно никак не привязаны к институтам церковным. А традиционный человек, человек традиционного общества это представить себе не мог. Но, тем не менее, это сейчас есть. Так что спокойно будет мир без объекта. Просто все будет иллюзией. Если каждый человек не имеет в себе стержня, не имеет в себе трансцендентального я, если каждый человек представляет из себя просто следствие каких-то влияний, то его взгляд на мир, это его личный взгляд на мир, мир меняется в соответствии с его представлениями об этом мире. У каждого своя, получается, истина. Истины, в общем-то, уже и нету. У каждого свои представления. И где тогда правда? Получается мир иллюзия. Вот так вот постепенно умирает объект. Это конструктивизм в философии, который утверждает, что явления мира изменяются в связи с каким-то дискурсом о них. То есть, если мы говорим, что такая-то страна, плохая, гадкая и вообще никакущая, то для нас она такой и начинает быть по своему существу. Если мы начинаем говорить о ней в другом ключе, она начинает для нас быть уже не такой. Если мы клеймим какого-то человека, допустим, всем обществом, да, почему-то, не знаю, то для нас этот человек является таким, ну вот, какой дискурс связан с ним. и не имеет значения правда, то есть не имеет значения какой-то человек или какая-то страна по своему существу. Важно то, что они говорят, важна информация, важен дискурс. И, в общем-то, объектов как таковых, реальности как таковой уже нету. Есть только то, что мы о них говорим, есть только информация, которая формирует этот мир. В общем-то, в общем-то, да, это смерть объекта. Но давайте вернемся к трансцендентальному я-канта. Если нет трансцендентального я, если есть только внешние обстоятельства, которые формируют человека, то при изменении внешних обстоятельств меняется и сам человек. Очевидно, да? Очевидно. Но проблема в том, что мы, люди, приняли эту идею. Это, кстати, идея советского порядка. Коль скоро общественные отношения конструируют личность, то, изменив общественные отношения, мы можем создать нового человека. А про нового человека речь шла в прошлом видео про нового советского человека. Можете тоже заглянуть. Так вот, субъект умер. И мы, как дети своей эпохи, это приняли. Мы отказались от своей активности, и нас теперь конструируют те, кому надо нас конструировать, кто хочет нас конструировать в своих корыстных целях. Вспомним тезис Канта об эмпирическом я. Эмпирическое я это лишь то, как видит себя человек сам, как видят его другие, как он проявляется в мире. И если нам говорят, что у нас нет ни воли, ни свободы, ни личности, то мы и начинаем себя так воспринимать. И мы начинаем эмпирически так проявляться в мире. Мы начинаем такими быть. В эмпирическом плане, не антологическом. То есть наша сущность все равно, ну, как бы, никуда не девается. У нас все равно есть этот стержень. Но мы про него забываем, мы его нивелируем. И проявляемся в мире так, и действуем так, как будто вот этой вот личности, этой свободы, этого настоящих, настоящих нас, как будто бы нет. субъекты теперь не имеют значения. Их просто не существует. Мы начинаем действовать в мире как пассивные существа. Не как субъекты, а как объекты чьих-то желаний и утилитарных целей. Мы начинаем быть такими, какими нас видят. А на самостоятельное сознание, на рефлексию мы уже не способны. И, ну, повторим, сущность человека сейчас это отсутствие сущности. И у человека уже нет собственных свойств. Он полностью определяется и конструируется средой. Как говорил Ницше, человек — это неопределившееся животное. Немножечко унизительно, но, в общем-то, правда. Итак, в мире модерна субъекта нет. А как чувствует себя человек в нашу эпоху? Ну, как бы плохо. Достаточно плохо. Мы все это знаем. Миром правит бездушная система. Нет никакой искренности. Ни новой, ни старой. Деньги, потребления, бесконечные неутолимые желания, жажда. И все. Одиночество. Особенно одиночество в больших городах. Человеку впервые в истории позволено быть одному. Никогда раньше у него не было таких привилегий. Он всегда жил в тесном контакте с другими людьми. У него никогда не было личного пространства, внутреннего мира, приватности. И только сейчас у него эта приватность появилась в большом городе. Но только он этому не рад. Теперь отсутствуют традиционные правила и ритуалы устройства жизни. Теперь работаю ищи сам, а не наследуй дело отца. Теперь партнера по жизни тоже ищи сам. Никто тебя за тебя не женит. Человек вообще-то не привык создавать свою реальность сам. Всегда она была создана за него. Он всегда знал, куда идти. Он знал, что он вырастет и пойдет работать в такой-то сфере. Потому что в такой сфере работал его отец и его мать. Он знал, что его жизнь вполне определенная. Что есть четко устоявшиеся законы. И есть главный верховный закон. Закон божественный. И справедливость в мире тоже есть. И Бог тебя любит. Сейчас ничего нет. Человек просто вынужден сам строить свою реальность. Но он не может этого делать. Поэтому он принимает ту реальность, которую ему навязывают. Ему говорят, что нужно потреблять. Нужно одеваться вот таким вот образом. Нужно смотреть такие-то вещи. Нужно говорить о таких-то вещах. Нужно думать так. Нужно выбирать, голосовать определенным образом. и он принимает с радостью эту реальность, потому что это хоть какая-то определенность. Человек в этом мире, в котором ему нужно постоянно о чем-то думать, постоянно создавать что-то новое, постоянно меняться, постоянно менять свою профессию, свои направления. Он хочет как можно меньше думать. Он хочет как можно больше стабильности и рад всякому, который предлагает ему эту стабильность. Человек ностальгирует по стабильности. Его раздражает вечно меняющаяся реальность. Он хочет гарантии, а их просто нет. И главное в мире модерна человек ищет собственную идентичность. Он жаждет быть хоть кем-нибудь. Он думает, что его сексуальная ориентация это он сам. Он думает, что его экстра или интровертность это он сам. Он думает, что прическа, которую он носит, или эта техника, которой он пользуется, контент, который он потребляет. Это он сам. Это как-то его определяет. Это что-то о нем говорит. Он думает, что он уникальный. Он надеется, что он особенный. Он хочет быть кем-то. Он хочет обрести свою сущность, которую у него забрали. как больно с одной стороны осознавать, что ты это лишь влияние мира на тебя. Это далеко не так. Но мы так думаем. Но тем не менее, это очень выгодная позиция, поскольку мы избавляем себя от ответственности, мы избавляем себя от тяжелого времени свободы. Но от этого мы становимся более тревожными. Короче, выхода нет. Человек хочет быть какой-то идентичностью, он хочет быть кем-то. И, в общем-то, этим достаточно умело пользуются рекламодатели. Они преподносят товар, свой товар, как то, что сделает человека уникальным. Вот реклама виски. Сидит какой-то такой мужчина, какой-то хорошо одетый, хорошо выглядящий, в каком-то, я не знаю, хорошо обустроенном кабинете, и пьет, подтягивает это виски. И ты думаешь, что если ты возьмешь это виски, то ты будешь таким же крутым. То есть люди продают не товары сами по себе, а то, что связано с этими товарами. Какая-то какой-то статус, статус в обществе, какой-то какая-то сущность. Об этом пишет Жан Бодрияр в симулякрах и симуляции. Ребят, все очень плохо. бедный человечек, конечно, покупает эти товары, потому что он хочет себя найти, он хочет кем-то быть. Потребляет, приобретает, потребляет и жаждет нового, потому что утолить жажду быть кем-то невозможно. Какими-то, я не знаю, зубными щетками, машинами, телефонами, ну и прочим. Он пытается найти оправдание своему существованию, но просто не может, потому что он умер. Мы тоже с вами умерли. Нам тоже всем чуть-чуть плохо. Но, ребят, ничего, мы справимся, потому что одеваться некуда. Надо принять реальность такую, какая она есть, потому что другой она уже не будет. Вот. И жить счастливо. Ладно, пока. Пока.